Фёдор, и слышь нас, здравствуй, тебя. Фёдор, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Все отдыхают, а вы работаете. Слушай, чуть-чуть, да, у нас с вами с политологами и ведущими нет выходных дней. Можете чуть выше, Фёдор, сделать камеру, чтобы больше было видно вас? Нет, наоборот, да. Фёдор, первый вопрос, из которого хочу начать. Песков, пресс-секретарь президента, заявил в интервью западной прессе о том, что война пошла не по плану, что потерь больше, чем ожидали, и вообще в целом всё происходящее не очень устраивает Владимира Путина и его окружение. На что Турчак, Кадыров, Володин, всё, там, лидеры Единой России и люди, приближённые к Владимиру Путину, публично в своих телеграм-каналах начали и через СМИ ручные мочить пресс-секретаря президента, в открытую выступая против него и критикуя его. То, чего раньше не было. И многие говорят о некой партии войны и партии мира, которая существует. Что это вообще? Были ли сопоставимые случаи, когда столь высокопоставленные и столь близкие к Владимиру Путину люди шли друг против друга? И почему сейчас они это делают в открытой и публично? Ну, во-первых, я не верю, что это борьба и беда партии войны и мира, потому что у партии должна быть какая-то программа. Если партия войны, её программа нам ясна, то есть продолжать войну до победного конца и ни в коем случае не сдаваться, то программа партии мира нам не ясна, потому что я не очень понимаю, с чем они могут ходить к Путину. Если учесть, что для них, для всех является безусловным пунктом, что Путин остаётся у власти и Путин не может проиграть, то какой может быть мир ситуации, когда Путин может проиграть, я не очень понятно. Я вообще не уверен, что он готов слышать кого-нибудь, кто ему предлагает сейчас пойти на перемирие. Поэтому мне это всё кажется не борьбой партии войны и мира, а борьбой партии у престола Путина за власть. И здесь как раз история знает массу примеров того, как уже в условиях буквально последних дней какой-либо там системы в ней шла внутренняя борьба. Я не буду сейчас там проводить аналогии уже всем надоевшейся Гитлеровской Германии. Например, я как-то всё время подробно изучал последние дни временного правительства перед революцией большевиков. Так вот там тоже шла грызня за власть. Кто-то пытался кого-то подсидеть, свергнуть Александра Фёдоровича Киренского и так далее. То есть это в принципе характерно для замкнутой какой-то элиты, что она теряет вообще связь с реальностью и она занимается только интригой внутри себя. Поэтому я думаю, что борьба идёт именно за доступ к тиву. Кто-то пытается Путину подлезть как можно ближе, говоря «я вам правду», говорю «послушайте, надо что-то менять, отстранить этого, назначить того-то». А другая часть говорит «не надо наоборот, слушайте нас, мы всё делаем, вы молодец, вы гений, всё идёт по плану, ну подумаешь, там немножко ошиблись». То есть конкуренция идёт, я думаю, к сожалению, вовсе не за то, что кто-то там стучит по кому-то столу и предлагает признать свои ошибки и заключить мир. Таких людей там не существует. А насчёт Пескова, он же потом немножко отлез назад и сказал, что когда он говорил о жертвах, он имел в виду официальные цифры потерь. То есть это как бы такой хитрый ход, что, дескать, да, полторы тысячи погибло, какой ужас, для нас это ужасно много. То, что там погибших уже очевидно гораздо больше, это никто не готов признать. Ну а то, что война пошла не по плану, слушайте, ну на 45-й день войны уже действительно можно констатировать, что едва ли это был такой план в 45 дней, значит, там бегать по Украине, вводить войска, выводить войска, не мочь взять Мариуполь и так далее, и так далее. Ну, конечно, не по плану. Теперь это можно признать. Я думаю, что просто Песков, очевидно, та часть окружения Путина, который, может быть, или Путин сам дал команду, или он просто улыбил настроение вождя, что, дескать, уже иностранцы, можно сказать, ну да, да, они всё по плану, но что делать, так сказать, будем продолжать. Фёдор, к слову об иностранцах, вот больше всего хотелось сегодня об этом с вами поговорить. Сегодня первые, сегодня выборы во Франции, Макрон противостоит Липен, это главное, да, там противостояние. Вот насколько вообще стоит опасаться, ну, я буду честен, не буду играть в объективности, не хотелось бы, чтобы Липен победила, потому что у неё там, да, довольно тесное отношение с Путиным. Насколько велика эта угроза, на ваш взгляд, есть ли вообще шансы у Липен, или российская пропаганда слишком дует щёки, и шансов никаких нет, даже близко? Ну, российская пропаганда очень сильно надувает её шансы, потому что российская пропаганда, как мы знаем, продаёт хаос. Она должна продавать своим потребителям рассказы о том, что в Европе всё хлипко-шатко, сыпется, вот-вот рухнет. Ну, то есть это то, что всегда продаёт пропаганда, что да, сейчас, предположим, во Францию возглавляет Макрон, который хоть и название Владимира Владимировича, правда, неизвестно, что он его там говорит, может, плохое что-нибудь. Но в целом он, конечно, не человек, который нравится Путину. А вот сейчас на выборах он проиграет и будет кто-нибудь другой. Такое происходит перед всеми выборами в Европе и в Америке. Постоянно находит какого-нибудь кандидата и начинает его раздумывать. Я человек уже немолодой и помню выборы во Франции за очень много лет. И на самом деле Липен, это же дочь Жан-Мари Липена, основатель национального фронта, а Жан-Мари Липен это был такой человек... Противостоял Жаку Шираку. Да, это был классический правый, такой старый правый Европы, то есть отрицатель Холокоста, значит, там какой-то бывший наемник и так далее, и так далее. Довольно неприятный человек, который, в общем, всю свою жизнь играл вот эту вот роль, пугать французские электора. Другое дело, что раньше им пугали обычно, так сказать, что называется, правые электора. То есть вот был социалист и, условно говоря, вот Липен. И всем говорили, ну хорошо, вам не нравится социалист, и неужели же вам нравится Липен? Или думали, боже мой, конечно, мне нравится Липен, и шли голосовать там социалистов. Сейчас, что интересно в этих выборах, вот на самом деле интересно, это то, что там вообще нету близко даже вот в этой группе лидеров левых кандидатов, что для Франции довольно странное явление. То есть там на втором месте, собственно, Липен, то есть, во-первых, Макрон правоцентрист, во-вторых, на втором месте Липен, которая, в общем, тоже довольно правая. Потом там был такой Зимур, который сначала хорошо стартовал, потом просыпался за дружбу с Путиным во многом, который тоже правый. А вообще там 10 кандидатов. Я прямо вот сейчас перед эфиром почитал список, там можно прямо насладиться демократией во Франции. Там и лидер коммунистической партии, и лидер французской партии есть, и какой-то крестьянин. Там есть замечательный совершенно еще самый господин Миланшон, который очень долго был надеждой, товарищ Миланшон в французских левых. Но они все очень далеко от лидеров. В итоге сейчас композиция выглядит классическим для Франции с форсом. Есть Макрон, который на самом деле очень не нравится левой части. Федор, извините, извините, пока вы не ушли от Макрона, я хотел упомянуть. Во время войны сейчас, которая ждет 46 дней, Макрон после ухода Меркель, наверное, всеми воспринимался, многими, кто интересуется политикой европейской, как будущий лидер Объединенной Европы. Но во время войны мы видим, что единственное, что делал Макрон, это без конца названивал Владимиру Путину. Так как условная Липен, мы видели там в интернете, очень легко найти, вела активную избирательную кампанию, катаясь по всем регионам Франции. Нет ощущения, что Макрон эту избирательную кампанию провалил, и что сейчас мы за него все тут обсуждаем, лишь бы потому, что не подруга Путина пришла к власти во Франции. То есть не то, чтобы Макрон такой хороший, просто все остальные оппоненты, люди, которые ориентированы на путинский режим. Можно я тогда докончу свой рассказ про то, как работает французская система, и как раз отвечу на этот вопрос. Спасибо. Что на самом деле есть Макрон, который действительно центрист, и который нравится части электората, но небольшой. А значительная часть, весь левый сегмент французского общества его, конечно, отрицают и не любят, но у них нет нормального кандидата. А правый сегмент, он раскрошился, вот кроме него там еще несколько людей. Поэтому они исполняют все тот же известный французский прием, который от выборов в корм повторяется. Вот есть Макрон, а есть условно Марин Лепен. Это то же самое, что продавалось у нас в России, в том числе и нами с вами, как умное голосование. Нравится вам Макрон, не нравится вам Макрон, но Лепен гораздо лучше. Тоже так же раньше было про ее отца, и про нее уже несколько раз этот фокус проходил. Вот сейчас будет ровно то же самое. Как мне сказала одна моя знакомая, которая уже переехала и много лежит во Франции, и, в общем, знакомая с этой системой изнутри, и с французским, она, в общем, не чужой в политике человек, она сказала, что французы всегда голосуют наперекор. То есть они голосуют вопреки. То есть они не голосуют ни кем, кто им действительно очень сильно нравится, а чтобы не пришел к власти тот, кто им вообще категорически не нравится. Поэтому я абсолютно не верю, что Макрон провалил свою компанию, по той простой причине, что у Лепен есть потолок, который на каждый раз упирается. То есть сколько бы за нее ни голосовали, больше какого-то уровня за нее никогда не проголосуют. А все остальные французы, они, значит, объединятся и пойдут голосовать за Макрон. Во всяком случае, на это Макрон рассчитывает. На это рассчитывает вся французская система, так устроена французская политика. И от выборов в выбор это считываться повторяется. Поэтому я абсолютно убежден сейчас, что даже если в первом туре, особенно если в первом туре Марина Лепен получит голосов даже больше, чем Макрон, это приведет к консолидации вообще всех, включая там троцкистов и коммунистов вокруг ненавидимой Макрона, чтобы только не прошла совсем уже неприличная и абсолютно ненавидимая всеми кроме ее избирателей Марина Лепен. Поэтому давайте не будем так сильно себя пугать. И Франция не первый год в таком режиме живет. И в общем, дай бог здоровья, что называется. Так что можно не сильно за это, я думаю, беспокоиться. Насчет звонков, может быть мы зря Макрона за это ругаем. Я честно сказать, я понимаю, что это позиция украинских спикеров, что Путин злого, не надо с ним разговаривать, надо только обзывать его матерными слами и плевать его портретом. Но если мы говорим о политике, о европейской политике, то европейская политика вся строится на разговорах, на переговорах. Поэтому Макрон ведет себя абсолютно в рамках европейской политики и того, что во Франции считается правильным поведением для политика. Поспорил бы, но да, эфирное время ограничено. Мне хочется еще про другие темы с вами поговорить. Вот мы про Францию уже подробно поговорили. А Италия, вот мы тоже за пару минут до вашего отключения говорили про Берлускони, что вот он взял и пошел на какую-то попятную, взял, осудил своего старого друга Путина. Это же тоже в каком-то смысле симптоматично. Почему так произошло? Ведь казалось бы, я не знаю, Берлускони придаст Путину на следующий день после Кадырова, казалось мне. Но раз и вот он уже по другую сторону. Ну, почему тебе так казалось? Почему тебе так казалось? Берлускони это очень опытный политик, причем политик, сформировавшийся. Ну, он с ним 20 лет, дольше, чем Кадыров. Ну и что дальше? В политике не бывает дружбы, в политике бывают только интересы. Пока интересам Берлускони дружба с Путиным соответствовала, он, так сказать, ее поддерживал. Я не думаю, что они прям захлеб дружили, как два мужика. У них там есть общий интерес, у него столько близкий. Берлускони давно уже на пенсии, на политической, он, в общем, довольно пожилой джентльмен. Ему совершенно не хочется превратиться в изгои, ему хочется, очевидно, оставаться там влиятельным в своем секторе человеком и уйти из-под этого всеобщего презрения. Я думаю, что ни для кого не сюрприз, что сейчас все западные политики живут под очень сильным давлением со стороны и украинского лобби, и, в общем, своих собственных избирателей, которым не нравится вся эта отвратительная война, и дураков, которые бы взяли и просто так принесли свою репутацию в жертву, там, бросили к ногам Путина. Их, в общем, их, как мы видим, нету даже среди тех, кого считали. Даже Виктор Орбан вертится ужом и осуждая, значит, там, Бучу и так далее. То есть прям каких-то вот прям совсем запутинских персонажей в Европе на плаву практически нет. И даже в мире их найти очень сложно. Даже китайцы ведут себя, прямо сказать, совсем не так, как хотелось бы очевидно Путина. Федор, возвращая нас в Россию, да, и мы про европейскую политику с вами поговорили, за что вам огромное спасибо, внесли понимание для нас и наших зрителей о всем происходящем. В России один из наших сегодняшних заголовков «Госдума против Ютуба», но вопрос гораздо шире звучит. Вчера, да, вчера, Мария Захарова, Вячеслав Володин, Андрей Турчак, Петр Толстой и другие руководители нынешней политической элиты России, все как наперебой сделали заявление о том, что Ютуб нарушает правила и дни его в России сочтены. Насколько это реалистично? Или, как мне кажется, хочу ваше мнение услышать на допрос, когда они все высказываются наперебой, что вот-вот мы заблокируем Ютуб, это скорее знак о том, что не будет никакой блокировки, и что они просто пугают и давят на эту социальную сеть для того, чтобы она была сговорчивее и где надо шла на уступки. Что вы по этому поводу думаете? Насколько реалистична блокировка Ютуба в России? Я вот помню времена, когда все говорили, что ни в коем случае ни дождь, ни эхо не будут заблокированы. А я, по-моему, даже в нашем общем обществе, где мы все находились, в эту мысль, по-моему, высказывал, что, в общем, все идет к тому, что заблокируют эхо Москвы и дождь, потому что не осталось никаких ограничений. Я полагал, что это сделают до выборов Госдумы на последней неделе, но, как мы видим, это случилось спустя несколько месяцев во время войны. В этом смысле я пессимист, и я думаю, что Ютуб, конечно, не заблокирует. Я думаю, что они его заблокируют, как только у них будет гарантия, что они смогут не только заблокировать Ютуб, но еще и поломать возможности смотреть его через ВПР. Плюс они, очевидно, ждут, пока из Ютуба уйдет как можно большая аудитория. Вот там ВКонтакт презентовал какой-то сервис по переносу роликов, потому что они не хотят ссориться со всеми вот этими аполитичными блогерами, они хотят, чтобы они оттуда все ушли. Почему они это делают, я вам скажу. Не то, чтобы они хотели ударить по ядерной аудитории, допустим, по вашей ядерной аудитории, по ядерной аудитории каких-то других оппозиционных каналов. Они просто хотят, чтобы никто из людей случайно не наткнулся на вашу, допустим, программу. То есть вы будете вещать, люди через ВПН будут смотреть или через какие-то хитрые сервисы. Но люди, которые целенаправленно не ищут в интернете вашу передачу, они на нее не наткнутся, потому что она будет заблокирована, как и весь Ютуб. И я думаю, в этом и есть цель, то есть взять и полностью закрыть вот эту свою группу, которая находится под воздействием пропаганды, изолировать ее даже от случайной возможности и прикоснуться с другой точки зрения. Поэтому я думаю, они, конечно, заблокируют Ютуб, как только у них будет техническая возможность и уверенность, что это не кончится таким же позором, как блокировка Телеграма в своем время. Они к этому, несомненно, идут и придут. Да, пока вы говорили, мы показывали, транслировали на экране их цитаты, и то есть они все довольно воинственно настроены. Но вопрос времени, судя по всему, вы правы, да, и мы специально под этим эфиром добавили ссылки на ВПН-сервисы, с помощью которых можно будет иметь доступ к Фейсбуку, Твиттеру, Ютубу и другим социальным сетям, которые не подконтрольны Кремлю, и все это время были с ними не согласны. Да, и Федор, еще немного мне хочется с вами поговорить про Европу. Вот наверняка вы знаете про то, что случилось между Венгрией и Польшей вчера. То есть, да, польский вот этот премьер Виктор Орбан выразил сомнение, что все в Буче было, только как представляет, ну, как оно было на самом деле, он усомнился, а польский глава довольно жестко сказал ему, что ему надо обратиться к офтальмологу, если он не видел того, что произошло в Буче. Вот разве сейчас, в апреле 2022 года, любой европейский политик, который усомнится в том, что сейчас происходит на Украине, разве его не выгоняют с позором из любого приличного общества? Ну, начнем с того, что господин Орбан только что довольно триумфально выиграл парламентские выборы в Венгрии. Да. То есть, это, кстати, вопрос, очень большой вопрос, и каждый раз кто-нибудь будет завамывать руки и кричать, боже мой, почему же в России все верят в пропаганде, какой ужас, почему? А почему в Венгрии люди верят в Орбановскую пропаганде, например? Вот есть европейская страна, а чем Евросоюз, Венгрия, и там люди верят в Орбановскую пропаганде, уже много лет этот Орбан там правит и раздил и коррупцию, все что угодно сделал. И подавил кого хотел, и у него там абсолютно националистический режим, популистский и так далее, очень неприятный. В Польше тоже не самый лучший режим, но там хоть чуть-чуть получше, да? И в этом смысле, конечно, его никуда не могут выгнать, потому что, повторюсь, только что победил на выборах. Ему интересно интриговать своих избирателей этим противостоянием в Европе. А как мы знаем, если вы помните, Путин перед войной приезжал, когда к нему Орбан, они там на ковре стояли, пили венишко, очевидно, он сдал кау и другие все анализы, и он ему там обещал какие-то деньги на магистраль вокруг Будапешта, вообще какие-то деньги он им пообещал, какой-то кредит. Поэтому у Орбана есть и уверенность, что с ним ничего не случится, то, что он опирается на поддержку венгерского общества, к сожалению. И, в общем, у него есть основания немножко так вот подкилывать Путину, потому что денежки-то на рога не валяются. Плюс, повторюсь, к сожалению, и в Европе, и именно в Венгрии, есть большой сегмент избирателей, которые поддерживают сильную руку так называемых всяких диктаторов и так далее, и так далее. А украинцам, может быть, не нравятся. К сожалению, Венгрия – это страна, которая, повторюсь, уже много лет живет в условиях довольно специфического националистического режима, и что они там думают по поводу Украины – это вообще отдельный вопрос на самом деле. Может быть, им тоже скармливают такую дребедень, что мама дорогая, с учетом того, что венгерский язык мало кто знает, что там пишут венгерские СМИ, и как это показывает по венгерскому государственному телевидению, я бы хотел поинтересоваться. Но, к сожалению, нет. Спасибо большое. У нас на связи был политический обозреватель, аналитик и человек, которому мы всегда рады в наших прямых эфирах – Федор Крашенинников. Федор Качарова